Хасай Магомедович, здравствуйте. Привет, дорогой Михаил. Слышно меня, да? Да, видно, да. Спасибо вам большое, что выделили время для общения. Я тогда сразу перейду к вопросам, чтобы у нас на все хватило времени. Расскажите, пожалуйста, как вообще так вышло, что вы стали заниматься психологией, как вы в свое время решились на такую довольно-таки сложную профессию, которая связана с судьбами людей, и с чего начинался ваш путь в психологии именно? У меня очень давно, я человек уже взрослый, я даже помню, когда я на какой-то конференции говорил, что вот посмотрите, лет через 10 не будет ни одной семьи, где хотя бы дальний родственник не был бы психологом. То есть я в то время еще был бы психологом. Ну, я сам-то лично вышел как... Я с детства любил думать о том, как устроена Вселенная, как мозг устроен, занимался, ну, читал фантастику, воображал себе миры, встречи со звездными цивилизациями, ну, когда маленький. Потом стал заниматься гипнозом. Ну, прошел весь путь, который обычно молодые люди проходят. Потому что гипноз мне казался окном в мир каких-то невидимых возможностей человека. Ну, потом изучаю, изучаю гипноз, сам практикую очень много. Я помню, что в школе у меня до сих пор помнят ребята, девочки. Они говорят, помнишь, ты нас всех гипнотизировал? Да, я иногда очень такой был интересующийся. Я вообще сам любознательный и всех любознательных люблю. Поэтому я с удовольствием отозвался на приглашение поговорить. Ну, вот так что я с детства этим занимался, интересовался сначала неосознанно, а потом уже, ну, я помню, что я монографии великих психологов читал, которые в Советском Союзе издавались еще когда был в 10-м классе. Так что, можно сказать, я психологией так близко занимался уже с отрывчатства. Ну, а потом я в свое время работал ведущим научным сотрудником психологического института Российской Академии Образования. Так что я могу сказать, что я не любитель просто, ну, раз ведущий научный сотрудник психологического института. Ну, это уже было в конце, ну, это было в 25-е, в четверть века уже проходит, уже, наверное. Ну, кроме этого, я врач-психиатр по образованию. Потом я рефлексотерапевт профессиональный, потому что, как только я закончил мединститут, я сразу уже работал в первой поликлинике городской, в городе Махачкалы, я уже работал зав. кабинетом рефлексотерапии, потому что я, еще будучи студентом, уже занимался иглотерапией, интересовался, и моим другом, старшим другом, китаец, фуган, профессиональный, ну, это очень известный иглотерапевт, в Махачкале он же со своей семьей. У нас вообще, Махачкала, настолько многонациональная культура там, что там и китайцы, и их фуган, не только коренных национальностей там много, там языков коренных, больше десяток, не прошлых, а которые там прямо создались. Вообще город Махачкала и Дагестан – это кузницы таких межнациональных отношений. Преподаватели у нас были исключительно русские. Жена у меня русская, Татьяна, была, но сейчас нет ее в Царство Небесное, так что влюбился я в 10-м классе. В 17 лет мы поженились, у меня уже ребенок родился, Ален, теперь Ален Алиев – известный психолог, потом через 3 года родила Шейла, Шейла – тоже гречный психолог, который, ну, я когда еще, они маленькие были, я им еще показывал, как петуха гипнотизировать. Потом, значит, прошли годы, и у меня, значит, вторая фотография, когда я показываю, как я петуха гипнотизировал, уже внучка своей гречки. Да-да, это очень интересно. А теперь Гретко тоже психолог, да? А теперь у меня есть правнук Максим. Но он тоже будет, я не знаю, или философ, или психолог, или художник, как я, или писатель, как я. Ну, я не знаю, кем он будет. Но то, что он будет человек будущего, это точно совершенно. Потому что он тоже этот метод круче. Он, естественно, с детства будет знать, он уже непроизвольный делает там некоторые такие упражнения. Но вообще ключ построен на том, что осознанное использование бессознательных действий, которые помогают человеку сбрасывать напряжение, выходить на такое творческое состояние. Вот этим и отличаются. Если ты меня спросишь, в чем преимущество, отличие ключа вообще, чем я отсюда и занимаюсь, это то, что все методы мира при обучении, они построены делой так, а здесь даются принципы и правила, по которым человеку предлагается, ну и примеры, самому подбирать, что ему подходит. И сам процесс вот этого подбора, путем перебора по определенному научному критерию позволяет ему выйти на свое собственное состояние и начать им управлять. То есть вместо того, чтобы делай, как я, или делай, как Петя, ты ему говоришь, делай, как ты, и даешь принципы и правила, которых раньше в науке не было, и ни в одном методе не было, и ни в йоге, ни в медитации, ни в цигуне, нигде. Но вот этот принцип, оказывается, когда человек использует, у него развивается поисковая активность мозга. То есть развивается и воображение, интуиция, и способность в любых других делах быстрее находить, как решить вопрос, проще и эффективнее. Так что этот метод «Ключ», почему он и называется «Ключ», подходит к любому методу, сочетается с любым методом и повышает их эффективность. И обучение, и тренировки, и восстановление, и лечение. А какая вообще история создания метода вот этого? То есть что стало спусковым крючком, после чего вы начали разрабатывать свою методику, если вы помните, вот первый самый момент, да? И вот, собственно, как он формировался, и сколько лет заняла разработка вот этого вашего уникального метода? Была такая стадия, когда я еще работал иглотерапевтом. Хочу сказать, что Хуган, поскольку был очень опытный специалист, и именно из самой основы иглотерапевты, и одновременно я учился в мединституте и ходил к нему. Значит, я одновременно занимался гипнозом, то мне удалось придумать, что можно вызывать реакцию в точках без прикосновения иглой. То есть я в гипнозе внушал вот этот комплекс характерных ощущений, и там есть такое, ТЧ называется, феномен отдачи, типа ломота, распирания, онемения, электрического тока. Ну, импульс идет по нерву, да? Я просто внушал человеку, что у него в организме, в теле там происходят эти ощущения. И наиболее отзывчивые точки, которые в свою очередь были связаны с больными органами, они в первую очередь и давали эти реакции. Мне в гипнозе люди говорили, вот так тут пошел, вот так тут пошел, хотя они не знали адреса иглотерапии. И у них происходили соответствующие изменения. Вот если раньше психотерапия была определенной показанием, что она лечит там, что не может достичь, а вот эти внутренние связи между органами и внешними покровами, они более древние. И поэтому, когда я догадался через коругольную, сигнальным путем запускать, а этот путь сигнальный, это психотерапевтический, запускать вот эти внутренние связи, то я расширил область применения психотерапии. Когда стал посредником между психикой и органами использовать точки. И с этим я приехал в Центр подготовки космонавтов, потому что у меня были уже тогда научные статьи. И Гримарх Леонид Павлович, известный, известный психолог, психиатр, он с ними работал и занимался моделированием состояния человека в гипнозе. И он там модель невесомости разрабатывал в гипнозе. То есть внушали человеку в гипнозе в состоянии невесомости, чтобы изучить механизмы адаптации, потом там в полете. И он меня там привез к Андрею Андрею Григорьевичу Николаеву, который был замначальником Центра подготовки космонавтов. Ну, Николаев Андрею Григорьевич, Попович – это третий космонавт планеты. И как раз-таки я ему рассказал это все. И он говорит, у нас в космосе нельзя гипнозом заниматься. Ты придумаешь что-нибудь, чтобы человек сам у себя вызывал эти всякие изменения. Я тогда создал там Центр подготовки космонавтов, это был 81-й год, моделирование состояния человека. И когда космонавты и летчики, которые летали в невесомости, имели этот опыт невесомости, я их попросил вспомнить, как они там этот опыт чувствуют. И они вспоминали, как они были в невесомости. У них стали руки всплывать, расходиться, нога стала подниматься. И кто-то один из них говорил, у меня зуб перестал болеть, а другой говорит, голова перестала, я устала, снилась. Потом я пригласил группу, которая вообще в невесомости никогда не была. И уже я мне невесомость предлагал. Они же не знали, что такое невесомость. Это обычные люди были. Я им тогда просто вот эти руки, руки чтобы всплывали, предложил. И у них тоже возникло состояние невесомости. То есть я пошел с обратно. И таким образом создались первые ключевые приемы. И они сами сказали, это же ключ. Потому что когда один из них, из офицеров попробовал, и руки пошли, он говорит, это же ключ. То есть он сразу понял, что это выход в некое трансовое состояние. Ну, в принципе, это состояние медитативное. Ну, там путь другой. Здесь более короткий. А потом я придумал, если у кого не получается, значит, надо сначала снять зажимы. Невномышленные. Ну, не получается, например, потому что шея лежатая. Или не получается, потому что спина болит. Сначала надо короткими действиями снять зажимы. И у меня получилась еще синхрогимнастика. Это уже поздно. Для того, чтобы расширить аудиторию, чтобы не 30-50% могли сразу входить в это состояние для управления своим. Ну, вот, оказывается, в этом состоянии, о чем подумаешь, у тебя начинает в организме меняться. Такое непроизвольное... Они да и не знают, что это такое, но если они выходят в это состояние, они начинают думать о том, что после этого будут лучше на пианино играть, их снимается напряжение, включается внутренний ресурс, и они действительно лучше играть на пианино. То есть раскрепощаются. А вот некоторые не могли, хотя бы еще зажимы были. И я для них придумал раскрепощающие приемы, которые потом отдельно, синхрогимнастика, самые по себе, их можно использовать и без этих упражнений, именно перед какой-то деятельностью, где надо снять зажатость. Это как 50 грамм для хэмбиста. Ну, поэтому аудитория очень большая, у меня же миллионы-миллионы людей обучаются. Одни синхрогимнастику променяют, она, кстати говоря, уже в учебнике по физкультуре до десятых одиннадцатого. Это здорово. Профессора Матвеева Анатолия Петровича, да. Да, а остальные применяют весь ключ. А вот за эти годы, как сказать, сколько мне потребовалось, чтобы я его создал, а сейчас же он все время совершенствуется. Ну, это единственный метод, который во всем интернете столько лет стоит и стоит, и стоит непреклонно, непреклонно, потому что он все время развивается. Я так смотрю, какие-то были новшества, новые методики создавались, они то меняются, то другие появляются. А этот ключ как стоит, и стоит, и все равно совершенствуется. Поключил много монографий научных, потом, значит, ключ используют лица опасных профессий и творческих профессий, и художники, как я. Я и стал художником, потому что я снял у себя зажимы, поверил, что могу рисовать, и через год сделал выставку. Я и сыну сказал тогда, Ален, давай через год выставку сделаю, попал, говорит, мы же рисовать. Теперь я член Союза художников, и он член Союза художников. У меня много выставок, и у него много выставок. Так что эта штука такая, она и для людей перенапряженных, опасных профессий, где надо быстрое решение принимать, для военных, например, для космонавтов. Она и для творческих людей, чтобы расширить. Для чего спрашиваешься творческому человеку? Ну, творческий человек тоже, хоть он и художник, или там, допустим, писатель, или актер. Вот художник я точно знаю, потому что у меня много художников, обучивающих таких именитых, именитых. У них тоже свои штампы на это приводятся, их тоже надо сбросить. Стереотипы, шаблоны. Как говорится, он уже изрисовался, ничего нового создать не может. Ну, да, освежит, так сказать. Там ключ, конечно. То есть получается, что основной профиль, ну, не профиль, как сказать, а направленность метода, это снятие зажимов через взаимодействие физических действий и ментальных. То есть происходит какая-то синхронизация, в процессе которой у человека отключаются какие-то блоки или прорабатываются какие-то стрессовые ситуации. Правильно? Правильно. Только не обязательно там только физические делать. Оказывается, это можно и в уме все это производить. Потому что, если человек подобрал себе действия синхронные текущему состоянию, о чем я вначале сказал, по принципу подбора, путем перебора, вдруг он выходит на те действия, которые он инстинктивно и сам делал. Просто он делал их неосознанно. Теперь вдруг он понял, вот от нас в детстве или в моменте счастья я вот что делал и почему у меня такое состояние было. Теперь он как упражнение это делает сознательно, а потом он может делать уже без действий. Захотел, вспомнил, ну это курс специальный обученный, антистрессовая подготовка называется. Причем интересно, это превентивная подготовка может быть в предстоящем ситуации. Потому что обычно психологи работают с людьми, которые уже были в ситуации, их надо выводить. Ну там травмы получили, психотравмы или еще что-то такое. У меня быстрее выводится, потому что я использую механизм подбора, путем перебора, а не только шаблон накладываю. Вот так делаю. Поэтому я и обучал психологов учились. И кроме этого можно превентивно научить человека к будущим ситуациям. Вот сейчас очень важно этот момент, когда вот карантин, ковид, люди попадают в неопределенность, когда они не знают, что будет завтра. Потому что если что-то изменится, те шаблоны, которые он наработал, они могут не срабатывать. И он должен уметь работать с неопределенностью. Вот это очень важный момент. И сейчас очень многие психологи и выдающиеся там директора школ, которые понимают, они согласны с тем, что надо научить детей мыслить, а не только перерабатывать большие объемы информации, не вникая в суть вопроса. Мыслите, чтобы мыслите, поисковую активность мозга, чтобы они могли в условиях неопределенности быстро понимать решение, чтобы интуиция была хорошая. Но это очень важный момент. Я думаю, ключ всегда будет нужен. А антистрессовая подготовка сама проводится в условиях близких к реальным. При шуме, в неудобном положении тела. У нас люди тренируются, там у нас есть программа Бастион, где журналистов, которые улетают в горячие точки, мои ученики, они, значит, там проводят подготовку, там стреляют, там взрывают, они в этих условиях обучаются. Но обычно такого никогда не делали, потому что тихон, как проводишь, тишина, может, музыка, может, там удобное кресло. Ну, как если человек матренировался в удобном кресле, при музыке и после массажа, в самолете, например, летит, там турбуленция, страх, паника, как он это там применит? Вот как раз агенты стрессовой подготовки применяют в эту точку, у нас очень много людей научили самолете летать, которые раньше могли летать, но при этом таблетки пили какие-то или коньячок, а теперь без набредок и коньячка. Вы в одном интервью рассказывали, что люди часто удивляются, что метод ключ, он такой простой, то есть, ну, для выполнения, для реализации, и, ну, все привыкли, да, что если какие-то методы работы с сознанием, то они должны быть сложными, долгими, а у вас получается, что, ну, довольно-таки просто все. Вот вы, когда начинали работать с военными, вот, Министерство обороны, МВД, то есть, такие люди серьезные, прагматичные, был ли поначалу какой-то скепсис от них, вот, когда вы внедряли свою практику, то есть, ну, как бы для людей таких серьезных профессий, или они очень быстро чувствовали эффект и, как бы, пропадало все сомнение? Это зависит от многих причин, я сейчас скажу. Были, конечно, ну, например, человек говорит, а зачем мне это снимать? Он сам генерал, да, вот, говорит, я 50 грамм выпью, объяснял здесь, зачем нам это нужно? Я говорю, слушай, ну, ты же пойми, ты-то выпил, а если вдруг у тебя нет 50 грамм, что ты будешь делать? А тебе идти к начальнику, тебя зажимать. Ну, тебе надо сохранять, ясно, что мало, уверенность, ты раньше 50 грамм выпил, объяснять мне. Объяснять это многим, потому что я проводил как-то встречу с Гоблином. Это, ну, тупичок Гоблина, это очень известная такая, он раньше переводил. Я смотрел, да, как раз на днях интервью. Да, это давно было, я еще тогда из Питера пригласил. и вот после этого я провел встречу, я все рассказал, я все рассказал, и я смотрел потом ленту отзывов молодых людей. И там пишут, да нафиг мне этот ключ, когда я могу это на лыжах кататься, и то же самое получать. Вот я час объяснял, час объяснял, а он не вник. А я ему потом пишу, слушай, ты, пожалуйста, если хочешь это получить состояние кататься на лыжах, или в ванне, пожалуйста, получай, но носи с собой тогда в ванне. То есть это же опять надо ему объяснить. Ну, потому что молодой человек у него в первую очередь во-первых, из всех самоутверждений это раз. Это правильно, у меня тоже так было, я помню, когда маленький был, на выставке ходили, там картины смотрели, все там стоят из класса моих друзья, о, шибел, о, шибел. А я не понимаю, что за шибел. Я говорю, что это за шибел? А я понимаю сейчас, это у них обезьянные рефлексы работают. Потом же мы выросли, они как были, так и остались, а я потом, когда начал рисовать, я понял, сколько должно быть у человека состояния душевного и мастерства, чтобы вот это сделать. Они как были обезьянами, так и остались. Лошади. Ну, кто-то им говорит, что это все дело. Ну, повторяю. Ну, чтобы понять, что это все дело, надо было хотя бы раз попробовать сделать это. это у меня же тоже было, что это за шибел, пока я сам не попробовал. комплекс такой, самоотверждение, молодые люди, я считаю, что это нормально, комплекс самоотверждения, потому что это с другой стороны позволяет человеку дистанцироваться, потому что это предлагают, говорят, это супер. Он дистанцируется за счет комплекса, это институт самосохранения. Он дистанцируется, чтобы все стороны потом посмотреть и приглядеться, и понять. Первая реакция это защита. Есть их самосохранение, и поэтому получают самоотверждение. Он еще не знает тем, а уже пишет, ерунда какая там. Ну да. Да. Это обычная история, я это приветствую, потому что ничего-то плохого нет. Просто пытаюсь людям объяснить, откуда у них этот эффект самоотверждения есть. И самозащитие. Второе. Приходится объяснять, что это такое. Простая вещь. Простая вещь. Вот, ну, прошло много лет. Вот сегодня я уже могу объяснить. Когда спрашивают, а почему так просто? А потому что вы делаете то, что сами всегда делаете. Вы инстинктивно делаете те действия, которые сами всегда делаете. А он у меня спрашивает, зачем вы делаете мне, если я сам делаю? Это делал инстинктивно, неосознанно. А теперь ты узнаешь, как ты это делаешь сознательно. И в виде упражнения несколько раз делаешь, и потом ты уже можешь без действия. Только захотел и получил. То есть, есть такой путь. Просто, просто, но с одной стороны говорят, без труда не вынешь репку из труда, поэтому это отвергает часть людей психологически. С другой стороны говорят, бесплатный сыр бывает только в мышелоке, это тоже отвергает часть людей. А третьи говорят, это не может быть, потому что это все давно придумано в йоге, все давно придумано в медитации, зачем мне какой-то метод еще изучать. Когда я взял, раз сел, и мне так хорошо, я медитирую. но я говорю, слушай, на бой начаться какой-нибудь неопределенный момент, зуб у тебя будет сильно болеть, или тебе завтра на операцию, или взорвется там колонка базовая где-нибудь там, и ты вот, и приведи себя в порядок, медитируй. Третьи медитировать не могут, потому что у них зажимы, они не знают об этом. А я как раз объясняю, ты шею себе поправлю, тебе получится медитация. Он так поправил, у него пошла медитация. Он говорит, слушай, я два месяца старался, у меня не шла. Как ты догадался? Я говорю, это ключ. То есть там вот это все есть. Поэтому для того, чтобы люди сразу это принимали, надо показать, но два пути есть. Либо авторитет, потому что человек не сталкивается на первую жизнь, книгу открывает и вдруг читает, это великий психолог из Америки, профессор такой-то, в таком-то институте там уже преподает, у него там столько-то, ну, авторитет. Ну, и дяденька или тетенька там или ребенок, ну, авторитет, но проверено и начинает менее критично. Сейчас этим пользуются для того, чтобы манипулировать. Авторитет. Второе, пример, личный пример, это телефонное радио, тетя моя избавилась головных болей и давления, допустим, кто-то кому-то говорит, потому что она там какую-то ключ применяла. Да что ты говоришь, да, и у меня вот голова все время болит, а где это? Иначе искать и звонить. Такие пути есть. но у меня много было разных людей. Дело в том, что я-то работал в электронной промышленности после того, как все-таки подготовил космонавтов два-три года ездил в командировку и там проводил эти исследования. Про меня потом писали очень много всяких, потому что я создал модели весомости и преодоления стресса и перегрузки. А это всем нужно и в обычной жизни. И потом меня пригласили в электронную промышленность и там я обучал там завод Сириус предприятие ПО Позитор 15 тысяч женщин. И вот проблема вообще в электронной промышленности понимает, что они с микроскопами работают, глаза устают. И там была комната психоразвозка. Мне просто сильно повезло, что директор попался. Такой масштабный человек, очень масштабный человек и туда к нему привозили всех гостей со всего мира, кто в Армению приезжал. Армения же это была, Армения. Кто туда приезжал, то привозили к Петросяну показать, что для рабочих делается. У него была такая комната психологической разгрузки, куда их группами приводили, ну, 5-10 человек. Там панорамные виды природы, шум бегущей воды, сидят в креслах, отдыхают рабочие, работницы. Потому что 2 года человек работает, глаза портятся, или давление скачет, и прочее. И меня это уже в рабочем месте. меня пригласили туда. И там я научился их обучать, чтобы 15 тысяч не возможно каждый день приводить в эту комнату. Я стал их обучать методом ключ, чтобы они на своих рабочих местах. Устал, раз, вызвал состояние, отдохнул 2-3 минуты и вышел уже освеженно. И об этом стали писать газеты, во всех газетах страны, я не помню, газет, которые не писали. Но тогда же было время такое, например, Комсомольская Правда написала ключ в 84-м или да, в 84-м году Загарский написал с Арамом с Артисяном. Это значит, ух ты, было у нас сколько, 130 миллионов или сколько-то почтовых ящиков, куда это Комсомольская Правда во все дома. Так что с 84-го года что такое ключ, уже читали все. Но потом же это все смылось. После ключа пошли Кашпировский, Чумаки и там много другого, потому что люди не были подготовлены обучаться управлять своим состоянием, потому что была четкая директива, инструкция Минздрава и прочая, если у тебя зуб болит, если что, иди к врачу, не занимайтесь самолечением. Вот что было. В те годы, я почему об этом подробно говорю, что кто не знает, чтобы знали, что в те годы вот этого шаманизма, целительства вот так активно не было. Ну где-то по деревням были бабушки там, которые там могли там косточку вправить или еще что-то. Но такого не было, как сегодня. Это сегодня человек, если недавно родился, вышел в этот мир и думал, что так оно и есть. Нет, нет, четко было не занимайтесь самолечением. И все только таблетками занимаются. Я помню моя мама и папа, мама уснуть не может, она таблеточкой доминал там или барбамил или все такое. и стомбочку выпить. Это просто удивительно. А сколько потом оказалось, что эти таблетки бредоносные. Да-да-да. Мир все-таки меняется к лучшему. Несмотря на то, что я сейчас перегиваю в обратную сторону. Это всегда диалектика по спирали развития. Даже забыл, о чем говорил. Но настолько меня это сейчас вопрос скромным, что сегодня как раз такие люди после того, как я тогда стал делать на заводе, а ко мне приезжали все психологи с электронной промышленности обучаться на своих предприятиях. я даже министра своего лечил. Он писать не мог. Ставил Хоксимиле ходить не мог. Я его научил Шокина. Шокин император электронной промышленности. И вот короче говоря, это было бурно. Писали все газеты, журналы. Не было такой газеты. Газета правда написала фотографии. Женщина сидит за микроскопом и спит. Получил задание отдыхай. Это же вообще революция, потому что в Советском Союзе как это можно получил задание отдыхать? В Советском Союзе было работать. Мы все работали, приближали светлое будущее. Такого не могло быть. Газете получил задание отдыхай. Это в газете правда. Естественно, у меня была возможность. Потому что меня знали практически все, много миллионов людей. И у меня была возможность из-за этого быть межэтажным лифтом. Между министрами, таксистами, шахматистами, их родителями, дядями, тетями, сестрами, детьми. Ну, популярный человек. Я делал вот это выступление, например, ВТО театральных деятелей. Эскина на площади Пушкина, по-моему, в Москве. Там у меня Ульянов был актер. Ну, конечно, Ульянов, он у меня сидел вот так вот рядом. Эскина всех пригласила режиссеров, актеров. Да, сидел Ульянов. Их много было, я их еще тогда не знал. Я совсем молоденький, ВТО выступаю. И там, значит, у меня летает, невесомость летает, народная артистка. Ой, забыл ее имя. Ну, у меня книжка еще в первом 90-х году вышла, молодой Владе книжка, там это описано, как она летает и говорит, вот, говорит, я от фильма к фильму шла к этой свободе, и вот она. А Ульянов ей говорит, Людмила, Людмила ее зовут, забыл я, народная артистка, а вот ей спрашивают, Люся, Люся, что за свобода такая? Она говорит, понимаешь, Мишенька, вот вы все на меня смотрите, а мне давно очень. Вот, это было, да, это очень, то есть потом Ульянов со мной в лифте спускался, и он мне говорит, слушай, а после шейцидии можно такие с собой ставить? Я говорю, можно, конечно, если бы я знал, что это великий Ульянов, ну, знал я, как-то знал, но не так, чтобы надо познакомиться там, я бы, конечно, познакомился, но, несмотря на это, через несколько лет, когда я уже работал в Махачкале, у меня центр был при советско-американском фонде культурной инициативы, уже в своем здании, центр, там все приезжают, из 107 городов СНГ, там уже приезжали врачи, психологи, и вдруг и приходит женщина и говорит, я из Москвы прилетела с письмом к вам Ульянов, написал, прошу вас помочь женщине, а он еще депутатом был, видимо, к нему все обращались с просьбами, и когда к нему больная обратилась, он вспомнил меня сразу и, значит, написал мне, собственно, ручь, это письмо, прошу помочь, да, я и помог, да, ну так что, я, вот так вот, сейчас я занят, извините, вот так вот происходили, то есть я имею ввиду, что потом это все смылось, потому что люди не были готовы к обучению, они ждали чуда, поэтому обучение саморегуляции по методу Круч, которое шло, между прочим, и в газете совершенно секретно, и в других журналах, и по телевидению, АТВ, программа Взгляд, у меня Любимов, Любимов, Саша, сейчас я скажу, что я, алло, я занят сейчас, через час, пожалуйста, он у меня мостик сделал, Листьев был, Листьев, Захаров, Любимов, если Листьева, наверное, напомнят еще, конечно, да, там у меня был случай, меня привели туда, прямо программа Взгляд идет съемка, и меня привели туда, и я им рассказываю, что это такое, показываю, как руки расходятся, как поднимаются, все это, Саша Любимов говорит, слушай, для чего это надо, я говорю, для того, чтобы страх снимать, вот, например, хочешь мостик делать, он говорит, как я 20 лет мостик не делаю, я говорю, а вот ты его так сделай, представь себе, что ты делаешь, и он сделал мостик, без подготовки, без тренировки, просто он стоит на мостике, есть у меня где-то в архиве, это видео, как Любимов стоит на мостике, а Лисик к нему подходит, и говорит, Любимов, ты как Ольга Корбут, и мы его уже оттуда вынимаем, из этого моста, он бы сам и встал, просто, Захаров и Лисик не были готовы, к этому, они стали не помогать встать, потому что он так удивился, он говорит, спокойно сделал мостик, не боясь, 20 лет не делал, ну это интересно, естественно, все смотрели, весь Советский Союз, еще и страны же смотрят, у нас же там не первый канал, а центральный, эти люди, потом, а ты бы программный взгляд, вот это я сказал, потом, детская программа была, господи, где только я не был, и поэтому, сейчас вот молодые люди, их бабушки, их дедушки, если меня показать, сказать, Хаса Алиева, они могут вспомнить, что они где-то увидели, где-то помнили, это очень интересно, да, иногда пишут, больные некоторые люди, а мы до 90-го года еще ваше упражнение помним, делаем, да, ну, интересно, но люди еще ждали чудо, и поэтому они, когда появились, Чумак, когда Кашпировский, они вот, хотели, а теперь наоборот, теперь, когда они поняли, что все зависит только от тебя, они начинают учиться, но тогда еще не были подготовлены к обучению, и мне приходилось, отвечая на этот вопрос, да, хотя я мог и там, и там, и с отчаянствами общаться, и там их, и семьи, их лечить, там, и так далее, на самом деле, пробивается новое, всегда с определенным трудом, потому что шаблоны мышления у людей мешают, поэтому приходится разрабатывать, 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 и вот поэтому вопрос твое, я скажу, что на это уходится жизнь, чтобы дойти до того, чтобы сказать, ребята, это так просто, потому что вы делаете то же самое, что вы делали всегда и сами, только вы делали инстинктивно, не обращая на это внимания, а теперь я вам показал, как это делается, вы говорите, ну, я же так и делаю, а что ж ты не делаешь сейчас, я не подумал, а теперь ты знаешь, вот это и есть обучающий процесс. Я правильно понимаю, что у вас в интернете на канале выложен очень большой пласт техник, да, исключен, но не все, то есть, если человек хочет целиком обучиться, то нужно, я так понимаю, курсы проходить или обращаться к вам в центр, который занимается обучением? У нас есть школа Человек будущего Homo Futuros, она проводит в интернете всю работу, то есть, там много участников из разных стран, в основном это для того, чтобы сократить войны, чтобы был мир на планете, разум сохранить, и там разрабатывается совместно наука человечности, наука человечности, и сам процесс разработки этой науки, определение понятий, что такое любовь, что такое сотрудничество, ну, это определение понятий уже развивает у людей понимание, вот, это во-первых, во-вторых, в этой школе раз или два в месяц проводится бесплатно, без трансляции, с зумом, куда все выходят, кто хочет, где бы он ни находился, где бы ни жил, мы объявляем, и он выходит туда с вопросами, как это правильно сделать, я говорю, делаю, а у меня что-то не получается, я говорю, ну, покажите, он показывает, мы тот же ошибки видим, подправляем, и у него получается, и все этим самым учатся, и один раз или два раза в месяц вебинар какой-то проводится, автоматический, то есть есть бесплатный ликбез для всех желающих, от страхов, от паника, от плохого сна, кто хочет снять зажимы, кто хочет начать заниматься новой профессией, новый проект какой-то ведет, чтобы быть уверенным, там и так далее, но так что никуда ездить не надо, в какой-то центр, этот центр у меня был 10 лет назад, в течение 20 лет, на Таганке, в Москве, я был гендиректором Центра защиты от стресса, который я тогда создал, пригласив туда в соучредители Минздрав России, МЧС России, Минобразование России, и Комитет общественных межрегиональных связей правительства Москвы, и я, как автор, и они, как министерство и правительство, были соучредителями, и я еще там был генеральным директором. Это было, 10 лет назад это прекратилось, и сейчас это делается в интернете, как международная школа человеку, гуще, хомо-футурс. Так что мы все делаем в интернете. Вот для тех, кто впервые услышал о методе, какое вот из упражнений лучше всего попробовать, чтобы человек максимально быстро понял, как работает метод из всего большого набора? Пожалуйста, самые первые, самые простые. Пожалуйста, у нас есть, во-первых, во-первых, у нас есть индикатор напряжения, индикатор напряжения, чтобы, если человек сейчас захочет попробовать, чтобы мог измерить саму себя, без компаса, без стрелки, без лицефалографа, свое исходное состояние и после упражнения. Индикатор напряжения я изобрел, очень простой, это виртуальный индикатор. Раньше же когда-то было, например, на биологической обратной связи приборы, подключают миолограф, индикатор, цифолограф, там кардиолограф и выводят на экран компьютера все вот эти внутренние реакции, процессы в виде какой-то линии, допустим, человек нервничает, она кривая, а он должен успокоиться, он успокаивается, наблюдая за линией, научается управлять своим состоянием. То есть ему нужна обратная связь. вывести внутренний процесс визуально, чтобы он его видел и со стороны видел и мог им управлять, управлять тем самым собой. Такие системы существуют, биологической обратной связи, БОС, вплоть до игрушек для этого. А я придумал БОС вот этот вот как индикатор напряжения, называется градусник напряжения. Это, например, вот рука собственная. Ты можешь себе ее представить, можешь держать вот так. Десять это шторм, это плохо, это болит, это душа не на месте, ты не в своей тарелке, это все вот-вот-вот-вот-вот, это шторм. Это смятение мысли, а вот ноль это безмятежность. Это нирвана. Это состояние, которое там называется нирвана, дзен, самадхи, мусульман суфи, фана, растворение с Богом. Вот это ноль. А это десять. И здесь идет десять делений. И если человек просто представит себе этот индикатор и идентификацию, самоидентификацию сделает, в каком, например, сейчас состоянии, кто-то скажет у меня восемь, кто-то скажет четыре. Это, да, кстати, там есть секрет обратной связи. Если вот так несколько дней так пойти рисуется и потренируется, то потом оказывается, где бы он хоть в самолете летит, если ему плохо, он может представить индикатор, определил десять, и мысленно рычажок начинает двигаться. У него здесь внутрисостояние тоже улучшается. Серьезно? Да, да, просто прием. Там все приемы саморегуляции по методу ключ на обратной связи основа. То же самое, вот сейчас покажу упражнение одно, одно из первых самых. Это значит, руки кладешь как на воду, да, и потом смотришь чуть выше уровня глаз, выше горизонта, просто смотришь как пространство и стараешься найти движение в руке. То есть ты воображаешь или ищешь ощущение, что они двигаются и желаешь. То есть если ты сделаешь ошибку и будешь держать и думать пойдут не пойдут, это неправильно. А желаешь чтобы пошли и не мешаешь. То есть убираешь все препятствия. например плечо давить ниже сделал. Неудобно сидишь, все удобнее. Вот подбор путем перебора. То есть у тебя задача ощущение в руке получить движение. И ты убираешь все препятствия чтобы это возникло. И вот этот сам подбор путем перебора в конечном счете это полминутки ты делаешь и у тебя раз руки пошли и ты удивился мы же привыкли что-то механическое движение. А это движение полуавтоматическое то есть есть образ идея есть рефлекс но есть такой непроизвольный рефлекс например хочешь чайник там взять и вдруг подумал что он горячий я дерну правильно образ выиграл рефлекс а здесь управляемые рефлекс это введено мною в науке новое понятие управляемые рефлекс то есть управляя рефлексами моторными ты начинаешь учиться управлять рефлексами организма я помню мне кто-то там писал как это может быть рефлекс управляемый вы сами подумайте что вы говорите рефлекс это автоматическая реакция в ответ на раздражение посредством нервной сняли автоматическая реакция как может быть она управляет ну прямо хочется этому человеку сказать слушай ну читай книжки короче говоря кладешь руки на воздух кстати говоря у меня в школе участники человек больше футурус они мне предложили там девушка одна предложила она говорит вот вы говорите держите руки вот так на весу а лучше сказать положите их на воду то есть у нас идет постоянное усовершенствование методики за счет коллективного творчества они предлагают у меня даже сейчас покажу книжка есть которая только вышла и тут есть приемы участников с их именами да 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 вот сейчас будет новая выходить и я их всех пригласил к тому что больше проверяете какие приемы я сейчас скажу еще один прием который войдет в следующий короче говоря она предложила там много есть предложений короче говоря положить на воду это легче да и потом представить что они пошли а вот если они не пошли сюда никак вообразите что они идут друг к другу и пошли потому что само плечо так усвоено что сюда легче ты добавил на чашу весов еще одну гельку они пошли и он говорит а что они пошли и вот как только они пошли у него снимается шаблон как говорится разрыв шаблона и он даже от самого удивления от необычности он уже в трансе поэтому у меня гипнотизеры это брали чтобы те которые трудно гипнотизируются они им сначала это давали а потом да я их выгнул потому что я это создавал чтобы человек сам мог управлять собой для свободы они стали манипулировать чтобы управлять им поэтому школа открыта для всех для всех ликбезы бесплатные все все управлять своем состоянии но когда ко мне кто-то выходит я научитель чтобы мы были специалистами там чтобы мы могли учить других а там целый блок который я не показываю там есть запрещенные приемы которые нельзя показывать чтобы не появились вот эти манипуляторы потому что с помощью этих приемов можно вот так вот щелкнул и уже гипнотизировать а там есть такие приемы которые вообще нельзя показывать да я специалист когда у меня готовится он их должен знать и вот эти закрытые вещи и технику безопасности и эти закрытые приемы которые никогда ни в книгах ни по телевизору ни здесь ни в интернете не показывать да вот я могу специалисту которого я поштучно отбираю не каждый может быть специалистом потому что к сожалению очень много людей с комплексом нереализованности и они как видят человек страдающий или хотящий заниматься самопознанием они на нем начинают отыгрываться но это у нас еще культура такая недемократичная потому что нас привыкли в школе учить в неподвижной позе при директивном методе обучения это только сейчас недавно начало понимание происходить дайте детям немножко посвободнее пускай они не сидят как трубочки профессор базарный сколько лет потратил на то чтобы объяснять всем о том что вот эта неподвижная поза создает вот эти остеохондрозы и прочее но это же история Миша столько лет потратил но его сейчас к сожалению нет уже школу свою сделал который доказывал что не надо 45 минут сидеть достаточно 20 минут побольше перерыва щиты побольше перерыва ну известный миша щитин он еще свое время это столько лет надо чтобы вот такие простые вещи довести до людей инерция мышления инерция мышления штампы стереотипы страх новизны поэтому авторы вот такие как щитинин потом шаталова была которая занималась ну там много а я помню в свое время же флагина башня макаренко сухомлинский им же тоже нелегко было такого не бывает чтобы сразу все принимали с удовольствием не из вредности а из штампов мышления да самое популярное я так понял из того что я общался с людьми которые в курсе вашего метода и мне собственно откуда я узнал мне психолог посоветовал метод ключ рассказал про вас самое популярное такое воспринимаемое людьми насколько я понял синхрогимнастика то есть движение которое вот вы показывали и у гоблина в интервью то есть люди начинают двигаться по сути дела делают простые совершенные действия но вот входят в какое-то маятниковое состояние и им становится легче можете вкратце объяснить как это работает почему обычные движения казалось бы никакие не дыхательные техники просто вот такие простые вещи которые под носом у нас они как-то меняют состояние человека потому что чем они проще тем их повторение дает больше гарантии что войдешь в ритм например легкий бег легкий бег секрет в чем если ты когда бежишь ты думаешь не о том как бежать а думаешь о чем думается у тебя ноги быстрее придут тот ритм который синхронен твоему состоянию и ты входишь и голова освобождается потому что ты вышел из напряженного состояния новизны вот и начал бежать вышел на автоматизм одному подходит бег а другому подходит плавание так вот то направление где он быстрее входит в автоматизм это есть критерий подбора индивидуальных приемов то есть перебирай различные варианты любые хочешь львов хочешь лыжник хочешь плавание хочешь дирижирование хочешь толкай болтай перебирай по полминуте и еще то которое ты быстрее в ритм войдешь и не хочется останавливаться это будет твой прием поэтому они простые потому что люди же их всегда делают они бегают и прыгают ну например мне кто-то говорит вы знаете а я когда плаваю я в ритм войду и могу говорить километр за километр да поэтому возникло плавание а другое когда на коне скачут ему хорошо я говорю правда тебе хорошо а ну-ка встань и поскачай но коня-то нету я говорю ну ты сделай позу такую что ты на коне держи руки так что ты это называется моделирование видов деятельности без лыж без коня когда мы моделируем то что ему нравилось в детстве когда он играл например он говорит я очень любил машинки водить воображать что я водитель и от всего отвлекался я говорю ну-ка он говорит ну что я не маленький я говорю ну ты представь себе что у тебя машинка но ее же нет у меня как ты как ты руку держал он говорит вот так держал я говорю а эту как ты держал вот воспроизведи как ты это делал и он начинает это делать потом все слушай как ты до этого догадался а что такое как гора с плечами он смоделировал то что он и сам в жизни делал ну за счет повторения тех действий которые у него сопровождались вот этим состоянием кто-то арбуз ест любит арбузы вот я говорю ну давай у меня там на лиге из-за травм одна женщина я говорю так хорошо себя чувствую когда я сижу на жаре там у меня платочек на голове там около моря я ем арбуз она начала показывать как она ест арбуз я говорю давай 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 что давай я говорю показывай как ты это делаешь я начал показывать и начинаю жевать а потом вот так я говорю что ты делаешь потекло она уже вышла в трассу ну я просто сейчас объясняю механизмы немножко чтобы понять я замечал замечал кстати такой момент вот если например долго-долго ходить просто то есть ну прогулка да или какое-то перемещение и такое же ощущение вот если заниматься каким-то спортом монотонным неважно вот с повторяющимися движениями начинает намного лучше голова работать то есть я вот занимаюсь журналистикой и после во время хорошей прогулки начинают приходить мысли по материалам каким-то которых нет если вот сидеть пытаться что-то заставить себя сделать не получается какое-то монотонное движение голова работает по-другому это прямо вот очень так конечно потому что в ритм вошел и сбрасывается напряжение а если в ритм не вошел наоборот уставший а поэтому некоторые говорят а нам прогулка помогает а потом дождик вышел выпал а теперь они пошли гулять вечером пришли им пришлось лужи обходить и они никак в ритм не попадали они говорят что-то мы пришли уставшие обычно мы гуляем они не знают этих тонкостей просто что там когда они гуляли они задумавшись они о чем-то говорили кого-то обсуждали идут гуляют и на автомат выходили и на автомат и голова освобождает а тут надо все время обходить лужи ну вроде прогулка прогулка а эффект другой короче говоря первый вариант это войти в ритм автоматизма а здесь второй вариант сам автоматизм то есть можно вот так туда проскочить идеорефлекторными или идеомоторными приемами перебирая какой вам подойдет или пальцем там пошел или головой пошел или ногой пошел перебирая ты туда попадешь или ты повторяешь простые элементарные действия которые тебе больше подходят здесь уже механические то есть два хода и происходит тот самый квантовый так называемый переход но это не квантовый триггерный это просто квант взяли из закона физики это потом чтобы психологию немножко представить более научным предметом слово квантовый переход придумали но это манипуляция потому что у психологии своей закономерности вот эти все приемы о которых мы сейчас говорим они приемы нейрокибернетики они не зависят уверить человек в это или не верить если он так делает если руки пошли у него стресс снимается и он выходит на состояние где у него начинается вот этот нервонический процесс восстановления а если он там мечтает о желаемом будущем включаются ресурсы которые в этом направлении то есть там есть восстановление а если он научился несколько раз так делает у него формируются навыки и потом променяет жизнь если он это делает в неподвижной позе будет нирвана а если это состояние нуля так называемого когда он выходит из стресса если он применит деятельность это будет поток о котором писал Чинскен Михаил войти в поток так Чинскен Михаил писал величайший психолог я его очень уважаю но я хочу сказать что Чинскен Михаил до этого 10 лет надо учиться то есть он сначала искал свободу через йоги но понял что йога это дисциплина это дисциплина надо каждый день тренироваться сначала это потом то а он искал как быть счастливым и здоровым и свободы и он создал потом потому что он наблюдал кто себя считает счастливым оказался подгоняя часть людей которые уже не выживают жизнь а живут но которые своим любимым делом занимаются они когда любимым делом занимаются они испытывают вплоть до их стадо но больше когда любимым делом занимаются синхронизация получается между действиями и состоянием и мотивацией вот это все соединяется это есть ключ и он говорит туда 10 лет этим заниматься потому что мастерство допустим художник или пианист или чем-то занимаешься мастерство чтобы было чтобы ты в ритм когда входил тебя чтобы отсутствие знания о чем-то не выбивало например я рисую краски разложил а какой-то не хватает я уже в раш вошел рисую мою рукой рисую бог как говорится я в поток и в этот момент не могу найти краску и конечно выскакивает если мастерства не хватает то уже выскакивает только на 10 лет мастерство и потом люди ходят потом и чувствуют себя счастливыми и дольше живут и счастливы и так далее но суть в том что если оказывается человек сделает хрёст руками по спине снимет шаблоны он быстрее в поток войдет то есть если бы мы с ним с Ческем Михайловичем встретились я бы ему это показал он немножко там усовершенствовал вы вот сказали про любимое дело я вот в преддверии финала хотел бы задать вопрос поскольку лейтмотив интервью у меня это поиск предназначения и вот общаюсь я с людьми как раз которые наверняка нашли свое место в жизни вот скажите с высоты вашего опыта как сейчас большая проблема что люди там в 30-40 лет до сих пор не знают еще чем они хотят заниматься занимаются посредственной работой и несчастной вот как человеку уже взрослому как говорится как понять кем я хочу стать когда вырасту когда я уже вырос и насколько метод ключ помогает вот в самоопределении и самореализации как взрослым людям понять чем им заниматься если они не могут найти своего места сейчас как и всегда трудно найти свое место почему потому что раньше при социализме своего места трудно было найти потому что ты должен был быть в системе как как говорится быть государственной системе и ходить на работу и получать зарплату так сейчас потому что некуда ходить то есть нет работы где ты получишь зарплату потому что вот этот малый бизнес средний бизнес все как говорится рушится трудно человеку любимое дело он найти может но оно ему заработок не принес тоже как человек хочет когда говорит хочу найти любимое дело он же апрел предполагает что который ему доход конечно ну так жить то надо потому что у нас есть кроме души есть еще и тело хотя и сказано не хлебом единым жив человек но и не духом единым жив человек надо чтобы духовные и материальные ценности были согласованы и вот согласованием этих духовных и материальных ценностей которые как раз таки из-за отсутствия этой согласованности войны кризиса происходит а я сделал вот такое я хочу показать идея России генератор будущего манифест это моя картина англ турбачка я хочу почему я это показываю пусть все посмотрят потому что есть идея на основе понимания как работает две половины мозга что запад и восток и что Киплин говорил есть запад с востока никогда не сойтись а Достоевский сказал а душа русского человека открытых себе то есть на этом и строится моя национальная идея и поскольку я строил не как политик а как специалист как работает мозг и поэтому с этой точки зрения додумался как надо сделать чтобы сократить призы своей войны и поэтому я вам рекомендую все пожалуйста там же если бесплатно когда читают это издательство Редера там можно просто прочесть о чем это это очень интересно оказывается мы имеем уже интеллектуально как создать образ будущего я там прямо написал я еще не знаю образа будущего но знаю как создать генератор к тому чтобы у нас открылся образ будущего то есть если мы это все сделаем мы наше будущее создадим то есть вот я знаю путь к этому это действительно как соединить восточное мышление где первичные духовные ценности восточные и западное мышление где первичные материальные ценности как соединить их согласовать это очень очень интересно потому что человек целости духовно-физической что у него есть психо и организм материальный так же и человечество хочет быть целостным и уже идут попытки люди хотят объединиться чтобы не было кризисов и вот хотят объединиться но пока нет способа как это сделать у меня уже есть поскольку за моими плечами практически уже стоит что-то сделанное в этом направлении и проверенное и утвержденное Минздрав это дело в 87 году именно образование в 87 году еще официально призвано узаконенное проверенное применяемое и в космосе и на воде и под водой у нас в школе человек будущих он футурус есть Дмитрий Билингин который без рук без ног делает подводные погружения без аквалангра но он и без ключа это может делать но он говорит а теперь с ключом я это делаю гораздо проще гораздо быстрее я всегда использую в ключ конечно у нас там была чемпион мира 41 мировой рекорд по задержке дыхания в воде Молчанова она же на кафедре была в институте физкультуры и спорта Львов там же кафедра была сначала по экстремальным видам спорта и она применяла ключ и у меня есть там видео на этом где же это у меня в сайте стрессу там большое видео где мы с Молчановой сидим и она рассказывает как она применяет ключ и Алешка вот такой два раза больше чем я тоже применяет ключ уже чемпион мира и так далее и мы с ней сидим и мечтаем о том что мы научим всех ребят и психогимнастики научим она же ну она потом погибла потому что была там в гостях у одного человека у какого-то безусмена ну в гости поехали и она там прыжок сделала воду и ей не сказали что там она попала в такое течение подводное не сказали то ли не знали то ли что не знаю что там было вот она бедная погибла она в моем сердце потому что это было необыкновенно просто прекрасный человек сколько там 9 минут задержки дыхания 41 мировой рекорд и она вот мы с ней обсуждали сидели у меня в зале там на Таганке в центре защиты от стресса и мы там с ней сидим обсуждаем кто хочет будет посмотреть у меня сайт стрессу и сайт хасайру и стрессу этот видеорхив а хасайру более современный очень интересно и там посмотреть можно и там больше архивы мы смолчали как мы с ней мечтали она говорит да вот надо я говорю синхрагин я сейчас просто объясню дело в том что напоследок дело в том что когда дети сами делают вот так сами делают вот так и сами делают вот так дети сами делают они инстинктивно занимаются так вот когда вот так делают верхушие лёгки сходятся расходятся одновременно шейно-грудная разгрузка надо делать это думая о чем думается потому что когда ты делаешь думая о чем думается течение твоих мыслей вызывает напряжение расслабление моменты когда возникает напряжение у тебя меняется автоматическая частота и получается что как ты на руках у мамы которая подвергает ритм тебя покачивать это же как вот я проложил вот эти связи между мамой которая качает ребенка ритм между ходьбой когда ты идешь или на лыжах идешь думаешь о своем и у тебя руки по-разному в зависимости от того ты напряжение думаешь или напряжение получается с их организма там очень это не для одной беседы я думаю все кто еще не в курсе метода они в любом случае теперь заинтересуются и захотят изучить у меня финальный вопрос вот на ну у меня есть такой традиционный для разных гостей но с небольшими корректировками вы вначале вспоминали детство говорили про внеземные цивилизации вопрос такой если бы вы встретили представителя внеземной цивилизации и одной фразой надо было объяснить ему что такое счастье как бы вы это сделали я ефремова читал очень люблю ефремова я читал стругацких я читал многих я у меня образ выплыл сейчас по моему у ефремова в лезвии бритвы или час быка ну где-то там было такое когда хотели наши земляне послать какой-то символ какой-то думали туда в одноземную цивилизацию чтобы они сразу поняли они послали фигурку танцующие женщины и мужчины две фигурки танцующие и те сразу вы поняли что есть послание такое я бы тоже самое сделал мужчина и женщина в танце таком который прям я думаю это хороший сигнал гениальный этот самый эфрем был его знаешь я тебе расскажу я самим этим разговаривал ты написал сумма технологий я был в почве он был кракове жил как же его фамилия я про меня тоже написали типа такого листово среди нас туда короче говоря я попросил издатель ну главное который вызвать сучат шока которая приглашала группы там были их обучал и тогда меня с ним станислав станислав лев она соединила она ему позвонила станислав лев я живым станиславом левом который написал солярий сделал сумму технологии который первый придумал он первый придумал то что у нас называется сейчас виртуальная реальность а у него называлась анирофильм что ты сидишь смотришь кино потом выходишь после кино идешь по улице ешь мороженое окажется все это продолжение фильма я с ним разговариваю я с ним разговаривал по телефону я ему рассказывал чем я занимаюсь вот как сейчас помню его живой голос такой немножко отстраненный он какой-то другой ну как-то так бывает но человек который как бы сейчас я вспоминая его голос но она и очень культурный такой он как-то так формально отвечал но при этом при этом при этой формальности чувствовала что он живой человек то есть не бюрократ такой уже оплывший ну какой-то а я еще кстати сказать с терменом встречался живым терменом который который с лениным встречался да 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 меня сергей зорин познакомил это величайший термин который придумал термин вокс первые электромузыкальные я с ним встречался мы как-нибудь еще раз встретимся я еще что-нибудь расскажу обязательно это было бы здорово хосе магометович спасибо вам большое за беседу очень интересно очень много информации я надеюсь что у нас получится еще раз пообщаться для людей которые только познакомились с вашим методом я оставлю в описании ссылку на ваш канал на ваш сайт чтобы люди могли посмотреть и приобщиться спасибо спасибо я хочу сказать что ты удивительным образом меня включил ты удивительным образом меня включил я честно говоря сам осенне ожидал что такое число потому что ну как-то ты умеешь я тебе поздравляю спасибо спасибо вам до новых встреч спасибо спасибо до свидания